Срок сдачи 60-квартирного дома в микрорайоне авиаторов сдвинется ориентировочно на три месяца. Речь идет о многоэтажке, которую строители начали разбирать около месяца назад. Виной всему некачественные блоки, которые использовались для возведения дома. Сегодня объект посетил временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный. В ходе рабочей поездки он потребовал привлечь к ответственности виновных в производстве некачественного материала и срыве сроков сдачи дома. Подробнее расскажет моя коллега Алина Вучейская. Около месяца назад, если быть точнее 15 мая, жители микрорайона авиаторов наблюдали весьма интересную картину. Возводимую здесь многоэтажку начали разбирать. Позже выяснилось, наружные стены были построены из некачественных блоков. Ирина Викторовна, один вопрос. Что происходит с объектом? Почему запороли такой объект хороший? Почему некачественный материал? Согласна, мы разобрались. Действительно, не лезть. Это ваш материал? Это наш материал. Как вы его проверяли, этот материал? Была допущена некоторая ошибка. Кем была допущена? Сотрудники уволены, наказаны материально. Подождите минутку. Это нас не устраивает, то, что они уволены. Я понимаю. Мы хотим привлечь к ответственности. У нас все документы есть. Если это необходимо, мы можем передать все эти документы. У нас проведена внутренняя проверка по всем параметрам и всем прочим. Ирина Викторовна, вы нанесли ущерб округу, своей организации. Поэтому нам совершенно недостаточно того, что вы уволили людей. Во-первых, я потребую от вас пригласить акционера. И во вторник жду вас на совещании с акционером. И будьте готовы ответить. Не просто, не просто увольнением своих сотрудников. Мы будем передавать документы в прокуратуру. С первых минут пребывания на стройке временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный дал понять – виновные будут наказаны. Как пояснили в ходе выезда на объект, специалисты госстройжилнадзора с момента начала строительства нареканий к застройщику не было. Однако после проведения независимой экспертизы центрстройзаказчикам выяснилось – материал низкого качества и не соответствует установленным стандартам. В одной партии нашего выпускаемого, может быть, 50% прекрасного, хорошего, который даже выше показателей нашего СТО, а какие-то попадаются плохие. Я говорю, что не весь он плохой. Елена Викторовна, ну вы же видели. У вас же был выходной контроль, лаборатория. Куда смотрела лаборатория ваша? Понимаете, у меня выпускается 200 штук вот этого фибробетона. Мы отобрали 5 образцов. Они показали идеальные результаты. Ну, я не знаю. Поэтому я согласилась разобрать, чтобы не было никаких потом ни камней, ни к вам, ни к кому. Вопросы, не было других вариантов. Мы не примем некачественные стены. Как сообщила генеральная директора завода строительных конструкций Заполярье, сейчас заканчивается работа по демонтажу конструкций из некачественных блоков. К середине июля придет материал для производства новых блоков. Каркас планируется смонтировать за месяц. Будем прилагать все усилия. То есть уже есть и договоренности некоторые, чтобы приехали именно каменщики. И большой бригадой человек 20, чтобы мы за месяц могли все вот это вот восстановить, вставить окна и приступить к фасаду. То есть у меня внутренняя отделка. Инженерия там уже протянута, за исключением там развески батарей, потому что просто некуда привезти в данный момент. Вот. Думаю, что будем пытаться наверстать это все. Ну, конечно, к августу месяцу просто физически не получится. 60-квартирный дом должны были сдать до 31 августа этого года. Однако сроки сдвинутся ориентировочно на три месяца. Стоимость контракта на строительство – 202 миллиона рублей. Причем это не единственный объект, возводимый за эсказы Полярье. Еще одна многоэтажка, 152-квартирная, находится напротив и должна быть сдана к 1 ноября 2020-го. Но работы на сегодняшний день там не ведутся. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал Север.